Госдолг США, что это значит? Это обязательство страны США. И нас это очень волнует, да? По телевизору постоянно говорят. Понятно. Я только могу сказать, что нам бы лучше волноваться о своей ситуации в стране. Долг США, война там, что там в Сирии. Это, я считаю, моё мнение, запудривание мозгов населению. О своей ситуации. Американцы, кстати говоря, население Америки, народ Америки, они прежде всего думают о внутренней политике. Они даже не знают. А у нас в советских времён мы ходили голые, раздеты, но Гондурас в огне. Понимаете? И это нас волнует. Вот моя точка зрения. И вот детям я бы так и объяснила, чтобы они думали о своей личной жизни прежде всего. Понимаете? Ну, они считают себя великими миссионерами. Да-да-да. Это раздувание щёк на пустом месте. Вот. Мне 73 года. Мне вот так это всё надоело. Мутит. У меня где-то здесь тоже уже. Вот. Вы понимаете? Я очень рада, что вы думаете, может быть, так же, как и я. Я вот сейчас вышла из дикции, я ничего не купила существенного. Я тысячу рублей истратил. Но Крым наш, понимаете? Да мне наплевать на это. Я была в Крыму, когда он был украинский, и у меня друзья были сейчас одно и то же. А я сейчас люблю спрашивать, когда мне говорят, что Крым наш, я говорю, ну ты туда доедешь, расскажи, как ты там отдохнёшь. Потому что у меня там друг был, он говорит, всё выросло, туристов меньше. Конечно. Качество, уровень сервиса тот же, ну как обычный дерьмовый сервис советский. Абсолютно. Вот. Поэтому Крым-то наш, да? Да, конечно. Но это поле непаханное, в которое надо вбухивать и вбухивать. А сам Герман Греф, глава Сбербанка, сказал, что там Сбербанка не будет. Правильно. Крым наш, но я при этом говорю, и лекарства наши, да? И вся эта жизнь наша. Давайте закончим здесь фразой Дмитрия Андреевича Медведева, который сказал, что всем жителям России надо разделить ответственность за Крым. Он правда так сказал? Вот. Да пошёл он куда. Да пошёл ты. Спасибо.